Сочинские инвалиды по зрению получили приборы голосовой ориентации. Это мобильные говорящие устройства должны помочь слабовидящим двигаться по городским улицам. Такие приборы выдадут гостям Паралимпиады перед открытием игр. Наша съемочная группа провела своеобразный тест-драйв устройства. О том, каково это искать нужную остановку общественного транспорта на ощупь и как не заблудиться в огромном парке, расскажет Юлия Кишинева. Вот так ощупать руками на Ильян Такаева может весь парк Ривьера. На входе установлена мнима схема для слабовидящих, которая рассказывает, что найдешь, если пойдешь направо или налево. Тропинки понимаю, где что находится, где зеленый театр, как пройти. Все это указано. Если не видно, можно пощупать. Пенсионерка Такаева может жить только в мире очень ярких красок. То есть чувствует себя уверенно, если, например, бордюр или ступенька выкрашены в засыщенный цвет. Тогда она понимает, что надо остановиться или смело идти вперед. Хорошо, когда еще и указано, куда идти. 200 метров, вот дельфинари, а это стрелка, куда идти. К паралимпийским играм Сочи подготовился основательно. На всех улицах города желтая разметка, пандусы в переходах, в общественных местах специальные санузлы для малобобильных людей. Практически в каждом учреждении серьезного значения, различных сфер были установлены пандусы, санузлы доступны для лиц маломобильных. Во всех практически отелях, которые находятся в зоне международного гостеприимства, есть оборудованные номера для людей с ограниченными возможностями. Но до этих гостиниц, парков и магазинов еще доехать надо. Поэтому на автобусных остановках Сочи установлена система «Говорящий город». Слабовидящим выдается специальное устройство, которое определяет местоположение остановки и рассказывает, какой здесь ходит транспорт. И вот сейчас смотри, он будет говорить. Автономка «Ривьера». Парк «Ривьера». Да. Да, сказал. Если нам нужна эта остановка, мы нажимаем опять сверху. Все, что нам нужно, автобусы или остановки, нажимаем сверху. Вместе с Наилян Токаевой пытаемся протестировать прибор. Он связан с городскими автобусами. Когда машина подъезжает к остановке, у водителя загорается сигнал о том, что здесь ждет слабовидящий пассажир. Загорается зуммер и надпись о том, что идет посадка инвалидов, будет осуществляться. И вы ему помогаете? Мы остановим автобус, выходим, открываем дверь и помогаем при посадке инвалидов. Такие приборы во время Паралимпиады слабовидящим гостям зимних игр будет выдавать оргкомитет. Всего их закуплено около двухсот. Помимо этого, 60 устройств уже получили местные жители с плохим зрением. 200 устройств, которые закуплены для Паралимпийских игр, они все после Паралимпиады останутся в городе и будут переданы на общество слепых. Также на безвозмездной основе. То есть мы сможем выдать их инвалидам по зрению, именно мобильным, тем, которые необходимы. А значит, слабовидящие жители Сочи станут выходить на улицу чаще. Нейлян Такаева говорит, сейчас передвигаться по городу стало намного легче, чем 10 лет назад. Очень удобно стало ходить в магазины, поликлиники. Везде теперь есть такие удобные переходы с поручнями. Четкие стали, яркие. Вот это даже слепому, как говорится, видно стало.